Хэй, хэй, хэй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Джин Аске, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную же игру под названием «Хорошая пицца». Отличная пицца! Генеральный директор Пилл Элиот Сент-Клэр произвел фурор в своем последнем посте в социальных сетях, в котором был показан полет пицца токена в космос со словами «На Луну». Ребята, кстати говоря, на Луну не забывайте отправить счетчик лайков и комментариев. Не забывайте писать комментарии, друзья. Даже какие-то просто в поддержку канала, они очень важны для развития видео. Волатильная криптовалюта выросла сегодня утром до 0,47 пицца баксов, что на 66% больше с тех пор, как Сент-Клэр опубликовал свой пост. Ага, а помните, мы ему давали деньги, ребята. Может быть, мы даже что-то должны получить, кстати говоря, вот и он. Хэй-хэй, ты видел новости? Я же говорил тебе, что пицца токен готов взлететь. Посмотри, сколько денег мы заработали. Я не знаю, как тебе так повезло, но когда-нибудь нам нужно снова заняться бизнесом. Увидимся. И сколько? Офигеть! Ребята, а это же просто жесть, разве нет? Так, я не могу здесь купить автокладчик, ребят, но мы сегодня покупаем автокладчик стопудово. Это просто офигеть. Мы заработали пятихат. Ладно, я знаю как раз и навсегда доказать, что маринара лучший соус для пиццы. Я почитаю все начинки, которые ты приготовишь в течение следующих 24 часов. Почему? Ведь хороший соус подходит к любым начинкам, верно? Поэтому я уверен, что люди будут заказывать больше начинок на пиццах с вкуснейшим доматным соусом. Так что я собираюсь считать, начиная с... Прямо сейчас. Хорошо, чувак, хорошо. Я как бы вообще не против. Делай то, что ты считаешь нужным. Слушай, давай, наверное... Ладно, давай все три сделаем. Не хочу я тормозить. Беконная, три со сладким перцем и соленый моряк. Беконная, три со сладким перцем, соленый моряк и две грибные. Беконная, три со сладким перцем. Слушай, я, наверное, могу сразу сделать три со сладким перцем, чтобы, так сказать, долго не думать. Потом уже думать насчет беконной и грибной. И у нас все, в общем-то, очень неплохо с автоклавками, поэтому я думаю, что все будет норм. Так, значит, три со сладким перцем, беконная, еще и грибные две штуки, если я не ошибаюсь. А, и соленый моряк еще точно. Блин, капец, много всего, честно говоря, много всего. Так, беконная и две со сладким перцем. Давай сначала вот так сделаем и теперь сделаем вот так вот. И останется только соленого моряка зафигачить, и, в принципе, мы с вами и две этих сделали, и, в общем-то, вообще все хорошо. Так, беконная тоже отправляется сюда, эти я пока что нарежу, отправлю сюда, сюда, тоже сюда, и эту тоже у нас она идет сюда. Я думаю, что грибные можно уже класть, на самом деле. Так, и соленый моряк, это у нас с вами анчоус плюс оливки, если я, опять же, не ошибаюсь. Слушай, хочется, конечно, наверное, сосисоны купить автокладчик, как мне кажется. Я думаю, что это будет идеальным решением, потому что... Блин, что-то я немножко переложил начинки, мне кажется. Нормально, пойдет. Потому что это и мясная начинка, и при этом она входит в макси, поэтому я думаю, кстати, я неправильно нарезал, что это будет идеальным вариантом. Вроде бы как, по крайней мере. Да, немножко не так нарезал, но, в общем-то, пофиг, пойдет. Слушай, вообще офигенно, мы по деньгам, конечно, просто разруливаем. Песто. Одна со всем мясом, другая со всем остальным. Вот это мне не очень нравится, честно признаюсь. Так. Две песто. Одна со всем мясом, другая со всем остальным. Ну, давай. Ой, так. Поехали. Сюда. Сюда. К счастью, нам не нужно выбирать там фрукты, овощи. Мы просто кладем на одну пиццу вообще все мясное, на вторую все не мясное. Так, хорошо. Сюда кладем лучок. Сюда же у нас тоже пойдет, конечно же, сладкий перец. Анчоусы считаются мясом. Отправляем сюда. Очень хороший заказ именно в плане денег. Мы, конечно, много получим. Но я просто боюсь, как бы мы не пропустили доставку. Вот это будет, конечно, полный отстой. Я имею в виду следующую доставку, конечно же, потому что первую мы в любом случае получим. А вот следующую я даже и не знаю. Кстати, надо еще в сад сходить. Посмотрите, что у нас там в саду происходит. Бекончик сюда. Блин, ребят, жесть. Много времени это отнимает. Даже очень много. Но у меня другого выбора особо нет. Блин, да что ж такое-то? Я, мне кажется, лишнее здесь кладу, но никак не могу себя поймать на этом. Вроде как будто бы и кладу, а вроде как будто бы и нет. Жесть, ребят, вот это, конечно, заказ так заказ. Я боюсь, что я могу реально пропустить, к сожалению, вторую доставку. У меня на вторую доставку две со сладким перцем. Это не критично на самом деле, мне кажется, но это просто очень неприятно. 3, Крузо, 17, 15. Ребят, ну я думаю, что очень скоро доставка будет. Она либо в 17.30, либо в 18.30. Точно не помню, честно говоря. Но вот либо 17.30, либо 18.30. Давай срочно. Срочно. У нас вообще нет времени ни на что, ребят. Раз. Он просил не разрезать пиццу, поэтому вроде все норм. Найс, 26 баксов. Офигеть. Вот это доставка, вот это я понимаю. Так, бекон на соленый моряк с сладким перцем. Вроде успеваем. Найс. Я в последнюю секунду успел. Я в последнюю секунду успел, ребят. Ребят, посмотрите на это. Офигеть. Это просто шок. Это просто шок. Я не знаю, как так получилось. И две макси еще. Но мы косарь можем сделать, мне кажется, сегодня, ребят. Это вообще жесть. Писаладери. Это французская пицца, которую знают только несколько человек. Только оливки, лук и анчоусы. Только оливки, лук, анчоусы. Это в смысле без соуса и теста? Блин. Вот опять заказы эти дурацкие. Вообще просто невозможно. Я не знаю, ребят. Поэтому я добавлю. Что она там попросила? Оливки, лук и анчоусы. Я положу. Я не знаю. К сожалению, такие вот заказы это просто жесть. Оливки, лук и анчоусы. Так, а туда мне нужно положить что еще я забыл уже? Макси. Две макси точно вспомнил. И здесь у нас с вами уже, конечно же, можно разыграться. Получить еще дополнительные денежки. Очень даже неплохие. Поехали. Макси пицца это хорошо, ребят. Вот со сезона у меня тоже будут на автоукладке. Будет вообще просто шикардос. Будем экономить еще больше времени на макси пиццы, на мясные пиццы, на вот это все. Так, оливки еще мне, конечно, хорошо бы. И лук тоже хорошо бы. Но это мы уже потом будем делать. Хотя, слушай, на самом деле, если у нас будет косарь, я вот так думаю. Может того это? А что, две автоукладки за один раз. Хотя, не, на самом деле я не буду так делать. Потому что я боюсь, что малолеченым в следующем видео понадобятся деньги. Поэтому на всякий случай лучше, наверное, перестраховаться. Так, готово. Раз. Готово. Два. Готово. Трис. У нее, кстати, очень плохое настроение. Прям очень плохое. Я даже не знаю, смогу ли я ей отдать вовремя. Ну, пойти и должен, конечно. На. Это может быть возврат спокойно. Вообще просто изи может быть возврат. А нет, смотри. Что-то ей не очень понравилось, кстати. О, стать другом путешественника получено достижение. Давай смотрим. Давай посмотрим. Плюс один бриллиант. Вполне себе неплохо. Пойдет. Ясцаврум. Что у вас есть для меня, босс? Две макси, пожалуйста. Отлично. Так, и у нас с вами... Ой, что это... А, темно так все вспомнил, потому что уже на самом деле почти конец дня. Так, помидорков еще посадим. Халапешечек посадим. Чесночок у меня тут уже на максимальном лимите. Здесь тоже все собираем. Замечательно просто. Просто замечательно. Много чеснока, ребят. Много чеснока, конечно. Но что с этим поделать. Девятьсот тридцать девять долларов. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Лепешка. Без комментариев. Ничего не буду говорить. Лепешка, так лепешка. Здесь все понятно. Четыре звезды все еще из-за того, что меня один раз оценили плохо. Блин. Эх. Лепешка, так лепешка. За пять баксов, ребят. Ну, хотя бы, не знаю, два доллара чаевых пойдет. Ну, давайте что-нибудь интересное еще. Могу ли получить пиццу пепперони без сыра и соуса? Блин, вот что это такое. Эх. Досадно. Ну, последние заказы были полные отстой, скажу честно. Ну, что опять же есть, то есть. Где-то девятьсот сорок баксов мы заработали в итоге. Точнее, у нас сегодня будет девятьсот сорок баксов. Это очень хорошее, на самом деле, количество очень даже. Девятьсот сорок шесть у нас было, наверное. А, или нет, поменьше, из-за того, что аренда дороже сейчас. Ё-моё, ёжики. Эх. Ну, ничего страшного. Девятьсот сорок четыре очень даже. Нот бэд. Ремонтируем на изичах. И давайте что-нибудь покупать. Резальщик. Это, конечно, хорошо, ребят. Но пятьсот баксов платить за нарезку я вообще смысла не вижу. Сыр мы тоже кладем быстро. Давайте, наверное, все-таки... Смотри, сколько здесь всего можно, блин, конечно. Не все начинки есть на автоукладке, но многие. Не, ребят, сосисоны. Сосисоны. Просто вот просто, потому что нужно делать все под макси-пиццу. Чем больше у нас изич... И чем изичнее у нас макси-пицца получается, тем лучше. Так, у нас особо здесь ничего нового не произошло. Я предлагаю сразу же зайти вот сюда. Сразу же, просто моментально. Точнее, не вот сюда, а вот сюда. Зайти вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Теперь у нас фирменная пицца еще стала вкуснее, сочнее. И вдобавок еще... Кстати, стоп. Да, добавилось все. Хорошо. И вдобавок еще и дороже, конечно же. Что-то плюс. Привет, я так рада видеть, что вы все еще на ногах и работаете. Я тоже. Теперь, когда все стало менее напряженным, я решила зайти и поговорить с вами о садоводстве. Так, а что ты хочешь о нем поговорить-то? Поскольку у вас больше свободного времени, это означает, что вы можете больше заниматься садом. Поэтому я хотела помочь. Спасибо. Недавно я придумала несколько удивительных украшений для вашего сада. Я надеюсь, что они смогут помочь вам в вашем садоводстве. Я очень надеюсь, что они вам понравятся. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что нового вы делаете со своим садом. Спасибо. Так, а что за украшения? А где их глянуть можно? Непон. Ну что ж, похоже, БПД больше не представляет угрозы. И все эти новые начинки снова доступны на рынке. Класс. Я должен сказать, что ты хорошо поработал, малыш. Ну, теперь все изменится. А, что? Я здесь, чтобы сообщить вам, что скоро снова открою свою пиццерию. Спасибо за твою идею. Хе-хе. Ну, классно, наверное. Да-да, хотя сейчас это все еще витает в воздухе. Но я отниму тебя, титул мастера пекаря. Как только моя пиццерия откроется. Посмотрим, ариканты, посмотрим. Уже не раз я тебе наподдавал. Ага. Мне нравятся грибы, но я также люблю сосиски. Можно их вместе. Восемь частей. Грибы плюс сосиски. Восемь частей. Да, и что у нас тут? Две луковые. Грибы плюс сосиски. Восемь частей. Честно говоря... Блин, а вместе это он имел в виду... Я надеюсь, что он имел в виду это, а не пополам. Честно говоря, сложно понять было. Ну, пофиг. Отлично. Еще минус несколько баксов. Блин, вот, конечно, я... Ладно, посмотрим. Может быть, каким-то чудом все-таки кто-то захочет такое тесто. Но что-то мне кажется, конечно, вряд ли. Две луковые. Блин, вот, конечно. Никто не заказывает никогда в жизни эти... Это тесто, вот, которое целенозерновое. Просто один на миллион. Я зачем-то на него нажал. Неприятно, с одной стороны. С другой стороны. Но, опять же... Это не очень дорого, во-первых, стоит. Ну, то есть, это небольшая цена ошибки. А, во-вторых, вдруг все-таки кто-то действительно закажет. Было бы классно. Было бы реально очень классно. Восемь частей он, кстати, спросил. И я немножко на протачил. Но ничего страшного. Все равно нормальные деньги. Так. То есть, вот так вот это будет. Значит, одна с фруктами. Сразу идем смотреть. Одна с фруктами. Это у нас с вами... Оливки, сладкий перец, ананас, баклажан, помидоры, халапенья. Оливки, сладкий перец, ананас, баклажан. Что-то там халапенья. Давай. Ананас, баклажан. Не помню, что халапенья. Сейчас посмотрим. Баклажан. По-моему, сладкий перец, но мы его уже положили. И халапенья. Окей. Заказ непростой, ребят. Я не буду, конечно же, принимать следующий заказ на доставку. Не буду ее делать. Ничего такого. Так, я хотел сюда посмотреть. Так. Блин, ребят, это капец какой замороченный заказ. Наверное, один из худших. Помидоры. Во. Помидоры, халапенья. Наверное, один из худших, потому что он занимает просто огромное количество времени. Плюс, ну, его сложно делать. Вот в чем проблема. Так. Одна только с овощами и соусом. Окей. Овощи. Это у нас что? Это у нас лук, базилик, кукуруза, чеснок. Окей. Хотя бы не особо много. Лук, базилик, кукуруза, чеснок. Поехали. Лук, базилик. Плюс у нас, опять же, чеснок. Я люблю все пиццы с чесноком, потому что они помогают нам от него избавиться. У меня очень много чеснока. Его просто перебор. Поэтому, когда чесночок получается разложить, мне это очень даже нравится. Чесночок. Лук, базилик, кукуруза, чеснок. Готово. И одна с мясом и сыром. Ну, поехали. В принципе, у нас довольно много автоукладчиков на мясе. Поэтому, в общем-то, все должно быть норм. Курица. Я не знаю. Я думаю, что следующая автоукладка будет оливки, скорее всего, ребят. Я хочу все, именно то, что у нас идет с вами по макси пицца, все сначала добить. А дальше уже думать, что более полезно, что менее полезно. Вот, может быть, мясные начинки сначала стоит доделать. А может быть, наоборот, все стараться делать сбалансированно. Я буду думать. Ну, и вы, конечно, тоже пишите в комменты, что вы думаете. Как вы считаете лучше прокачиваться в этом вопросе. Ну, а этот заказ у нас вроде с вами как даже и готов. Так, хорошо. И последний сюда. Фу, ну, не просто это было. Но 25 баксов, ребят. У нас еще и бонус плюс 50%, напоминаю. Поэтому мы с вами вообще себя неплохо чувствуем, скажем так. Так, вегетарианская одна. Давай сделаем. В принципе, тоже там хорошие деньги, поэтому почему бы и нет. Так. Две зеленые пиццы. Две пиццы песто с папиронечесноком и зелеными начинками. Переспрошу, на всякий случай. Так, и мне здесь просили одну вегетарианскую. Сначала ее сделаю, ребят. Потому что, честно признаться... Кстати, вот интересного у меня есть. Сейчас посмотрю. Вооо, смотри... А, нифига себе, тут сколько всего. Да, все начинки, которые не мясо, ребят. В общем-то, такой принцип. Вегетарианская. Поехали. В принципе, норм. В принципе, норм. Заказ не особо сложный, потому что пицца только одна. И кладешь все не мясное. Но при этом мы с вами за него еще и денег получим. Хорошо? Поэтому, в общем-то, норм. Так, вегетарианская идет. Единственная проблема только в том, что... Вот этот заказ, который вот эта женщина сделала. Я не знаю, сколько у меня времени займет. Это, наверное, самая главная проблема. Чесночок тоже раскладываем. Это тоже сразу же плюс. Окей, окей. Окей, окей. Трюфеля у меня, кстати, на исходе. Уже надо к этому тоже готовиться. Надо понимать, что они у меня скоро полностью завершатся. Базилик у нас идет в вегетарианскую пиццу без проблем. Кукуруза тоже сюда отправляется. И помидорками мы все это закончим. Я думаю, что все-таки томатный соус выиграет, ребята. Посмотрите, сколько мы с вами начинок кладем именно на томатный соус. Это просто жесть. Так, вегетарианская есть. А это у меня просила песто. Так, две пиццы. Песто, пепперони, сладкий перец, базилик, чеснок, халапенья. Песто, пепперони, сладкий перец, базилик, чеснок, халапенья. Песто, пепперони, сладкий перец, базилик, чеснок, халапенья, по-моему. Ой, так, а сыр что, не нужен, получается? Не знаю. Чеснок. И халапеньо Она уже недовольна, это плохо Потому что это еще займет какое-то время у меня Надеюсь, что я все успею Так, чеснок И халапеньо 46%, ну вроде бы Вроде как должен успеть Я точно пока не уверен, но вроде как должен Сесисоны сегодня уже Отыграли свою роль, ребят Вот то, что мы с вами их купили, это уже Очень даже хорошо Соус песто, пепперони, сладкий перец Базилик, чеснок Халапеньо, то есть без сыра, да? Не разрезайте Так, а что сыр-то нужен? Не режьте Слушайте, тут не написано А, никакого сыра, все И не резать Окей, окей Тут небольшая проблема у нас вырисовывается С тем, что у нее настроение плохое Но, ребят, я думаю, что это вообще не проблема Забыл про то, что не надо резать Я думаю, это вообще не проблема Потому что все равно с бонусом мы получим хорошие чаевые 7 баксов, пойдет, вполне себе нормально И плюсом мы сейчас получим за вегетарианскую Отлично, 48 Ребят, мы снова с вами больше пятихатки Отлично Следующую доставку не могу принять, к сожалению Са, я хочу это на зеленом соусе Пепперони и песто Окей Пепперони и песто Без вопросов Без вопросов И мы с вами действительно Очень, опять же Отлично себя ощущаем 540, ребят Ну, это очень хороший результат Реально Вот здесь, как ни крути Но 540 баксов Это прям Хороший Вот прям В следующей серии Реально, возможно, купим следующий автоукладчик Я не знаю Пока Пока получается все довольно хорошо Надо использовать момент Для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги Отлично Общий результат 145 баксов И А что это значит? Хм А что значит 200 баксов, ребят За начинки? Они же у меня уже Что-то я не понял Он что-то говорил По поводу начинок Это типа Он мне их давал А мне их теперь надо купить Чтобы они у меня были Или что? Что-то я вообще нифига не понял, ребят Напишите в комменты Кто понял Потому что Я что-то вообще не врубился Что-то вообще ничего не понимаю Почему у меня какие-то Эти стали за бриллианты А не за Баксы Хотя вроде бы были за баксы Что-то странное творится, ребят Ну что На сегодня, пожалуй, что все Увидимся с вами уже совсем скоро В новом видео Ставьте лайк Подписывайтесь на канал И До скорой встречи, дорогие друзья Пока-пока